Это 1,5 года. Через 2 года у нас выборы президента. Включили ВОНГ. Мы просто не думали про... Я вот реально готов спорить на бутылку хорошего гостаря, что непосредственно до выборов в Украине будет запрещен Фейсбук. Ну да. Точно по тем же соображениям. То есть там септовский групп хватает. То есть сейчас они говорят, что типа мы ведем разговоры с самим Фейсбуком о том, что бэкбанит, но они реально не понимают. Банится, что появляется. Какой предлог? Больше забанит Фейсбук? Тоже самое. Будут блокировать за сепаратизм, но они будут блокировать сначала конкретную ОЛГУ. Они получат? Без свой дух или ТП? А, да. То есть все. Пускай пишут поддержку Фейсбука. Пишут, не пишут. Зачем туда Фейсбук? Пишут, одно закрыли, завтра другое. Ну, во-первых, одно закрыли, завтра где другие открыли? Пускай мониторит, да. То есть сейчас нужно зайти с телефона и открыть. Надо, чтобы кто-то в Союзе сидел с монитором и так далее. Ну просто вот реально создать ситуацию. А киберполиция этим, это киберполиция этим занимается? Насколько я знаю, только вы знаете. А киберполиция занималась, я не знаю. Можете заниматься? Что касается всяких вот таких вещей относительно психологических операций и образовывания населения. То есть вот реально, если бы была создана, а это не сложно сделать, такая вот ситуация как с ТНК, то есть там заправляться на ТНК только стыдно. Вообще смотрят, вот козёлки. Там наши умирают люди, а вот ты тут заправляешься. Если то же самое будет там, что у тебя там на твоём телефоне, ну блин, дебил ВКонтакте сидит, то реально можно было бы за эти два-три года создать культуру, при которой просто этими ресурсами, вообще российскими ресурсами пользоваться, ну извините за подумки. Вот это правильный путь. Потому что что произошло сейчас? А во-первых... ВК, чтобы бесплатно было? А тысячи человек такое может получить? Ну по-моему частично запрет вот этот, шумиха, которая поднялась запретом ДК Яндекса, это тоже образовательный эффект? Какой-то образовательный эффект был, конечно. Даже люди, которые не дозревали, что они слышали друг в контакт, теперь волей и волей понимают... Теперь у нас тоже платные и не смотрят. То есть тоже есть эффект? Эффект, конечно, есть. И он сразу же на всех действий. Нет, понятно. Просто эффект есть, никто не спорит. Но вопрос в том, что цена этого эффекта, создание механизма ЦЗУРа, она слишком велика. То есть можно было этого же эффекта достигнуть другими, менее губительными для украинского интернета средствами. Не нужно было. А можно было бы, например, чисто теоретически, вот, например, человек заходит на БК, и мы могли бы с нашей стороны выводить просто, например, предупреждение или поп-ап, что вы пользуетесь, короче, инсайтом, который вот такой вариант. Мы могли бы сделать технически? Ну, то есть могли бы, но это стоило где-то порядка там. Ну, если вся полноценная развертывание системы DPI стоит для всей украинской инфраструктуры миллиард долларов, то где-то в полмиллиарда бы вложили. Ну, ничего, нам бы дали деньги наши зарубежные партнеры. Хороший вариант. Ну, то есть я имею в виду не блокировать, но проводить одновременно, да. Может быть. И, например, там, ну, это возможно, правильно? То есть это изобразовательный эффект. Чисто в теории, да. Вот. Возвительно заметно. Да, соответственно, еще такой момент, что для того, чтобы блокировать заход на веб-сайт, нужно одна технология. Для того, чтобы блокировать приложение, нужно, опять-таки, HTTPS, Google Play, Apple Market, App Store, нужно договариваться с ними, чтобы они убирали приложение. То есть почему через максимум месяц и ВКонтакте, и Одноклассники, и Яндекс продолжил работать на мобильных устройствах? Потому что вышел апдейт мобильного приложения. И они сильно поменяли. Они поменяли сервер на тот, который не указан в списке блокировки. То есть формальных оснований блокировать нет. Они использовали систему динамических IP адресов Amazon. То есть для того, чтобы заблокировать сейчас технически все эти вещи, действительно нужно заблокировать Amazon. Плохая идея, на самом деле. Не думаю, что на нее пойдет. Соответственно, что у нас сейчас? Законопроект об этом самом странном огораживании границ. Что в этом плохо? Я пытался донести до соответствующих людей, что огораживание не пройдет. На примере того, что был такой... Участвовал я там, кусок краешком коснулся, в поимке одного хакера, который занимался банковским кардингом и держал обузоустойчивые сервера в Одессе. Так вот, с момента, когда определили, что оно где-то в Одессе, до момента, когда нашли, где именно стоят эти сервера, прошло полгода. То есть сейчас... Это халатность или это так просто процесс? Это процесс шел. То есть сейчас у службы, там, не знаю, у киберполиции, у кого угодно, нет технической возможности быстро закрыть сайт, который хочется в Украине, найти его физически. Это процесс, который растягивается на месяц, даже когда очень сильно надо. Поэтому, в случае, если мы огородимся от внешнего мира, то эти серверские ресурсы будут жить на таких площадках, внутри страны, ни в чем себе не отказаны. Поэтому Россия пошла по пути запрета айпишников, которые включаются сразу так, щелк у всех провайдеров. Выгрузился список, адресовывался, забанил. Где он внутри страны, за пределами страны, в космосе, на Луне, уже вообще никакой роли не играет. Главный айпишник. Да, главный айпишник. Соответственно, наши пошли по пути такого огоражения. Что делать с КДСПС, по-прежнему никому не ясно. Либо оверблокинг, либо казахский вариант, либо еще как. Но казахский вариант сразу не оценили, скажем так, иностранные инвесторы, которые используют корпоративные сети. А наши провайдеры мониторят трафик? Ну то есть, можно отвернуть трафик какого-то отдельного клиента и промониторить его? Ну а всех? Такой ресурс есть. Всех ресурсов просто нет. Ну как США создать для мониторинга? Без смысла? Об этом речь сейчас не идет. Вообще не идет. То есть, просто мониторинг это что? Это вот есть объем информации, там скажем, средний магистральный провайдер это где-то половина терабита трафика. То есть, его надо чем-то снять с канала, его надо чем-то распархить. Анализировать. Опять-таки, придумывать систему анализа. То есть, софт-харт там и так далее. То есть, это миллиарды долларов, даже не миллиарды. Поэтому целенаправленно, сознательно что-то сделать с общим потоком трафика нельзя. Можно вычленить какой-то отдельный трафик какого-то отдельного пользователя и дальше смотреть, чем он там занимается. Это можно и это делается в рамках кооперативно-технических мероприятий. Там санкция сюда на мониторинг трафика и побежали. И ставят сервера соответствующие, спецкрупы, и делают это. Единственное, что конечно очень печально, что в начале этой недели закрыли каналы на Донецк. Говорят, что там типа нельзя, трафик шел в Донецк. Я так не понял, что им не понравилось. В общем, трафик в Донецк перерубили с нашей страны. Пострадал Евротан целиком. Учая несколько больше операторов. Ну лишь был скрино связан, получается. То есть трафик Донецк действительно бежал через Украину, по крайней мере его части. Мне точно известно, что как минимум на некоторых каналах стояли следящие сервера. Мне достоверно известно, я видел как это делалось, что в некоторых случаях это спасало жизнь солдата. То есть ловили факт передачи информации о позициях кому-то. Вот. Солдатам давали команду отойти на пару километров. Тот квадрат накрывалось градом. Это было еще там. А Алханск, это же самое? Так же самое. То есть сейчас, когда эти каналы отрезаны, этот весь трафик спецслужбами, теми, которые разведка, перестал мониториться. Ну по понятным причинам. Ну да, там они не парсили, они не могли это делать так, как это делают штаты. Но что-то делалось. И это реально спасало жизнь. То есть что-то как-то на тоже там полулюбительском, полуэнтузиастском уровне люди в трафике ковырялись. Может не во всем, не везде и не всегда, но ковырялись. Сейчас эта возможность исчезла. То есть вместо того, чтобы как штаты доплачивать 2 цента за трафик из Донецка, его отрубили и заставили бежать через Россию. То есть те, кто пришли вот в Eurotrans целиком, они говорили типа, мы видим, что трафик к какому-то военному министерству ДНР бежит через вашу сеть. Немедленно его обрежут. А можно его опять вернуть? Ну они же на драке, они уже не вернутся. Зачем обрезать? Ну взяли перехватывать просто. Я же про это и говорю. Физически обрезали или выключили просто доступ? Выключили доступ. Видимо, те, кто это делал, видимо они почему-то решили, что в таком случае это министерство просто останется без интернета. Ну конечно нет. Они просто через секунду автоматика перероутила их маршрут через Россию, и все стало ходить через Россию. И просто те, кто здесь сидел и собирал по крохам информацию, как умел, лишились и этого. Ну то есть я не знаю зачем это было сделано, но в общем такое. Пытаются продвинуть установку DPI, причем DPI не хотят поставить как раз таки на весь трафик, включая внутренний украинский. Для анализа. Типа одним ударом и анализ делать, и провести... Два стола сразу. Да, да, да. Даже более того ходят слухи, что этот DPI, миллиард долларов будет выделено в бюджет. Чтобы не напрягать операцию. Ну во-первых, его в бюджете нету. Во-вторых, ну смешно немножко. То есть распилить миллиард наших денег... Не получится. Не получится. Хочется верить, что не получится. А где нет? Ну и уже опять по времени очевидно, для чего это все делается. Для следующих выборов. То есть в пик, в максимум силы, в пик вся эта система войдет где-то через... Ну уже будет. То есть как раз вот под выбором. А после выборов спадет и спадет? В России не спал. Ну я же говорю, в России не спал. После выборов там Путина очередного. Наоборот, все увидели, что это работает. И стали эксплуатировать это еще сильнее. Это просто будет канал и связь блокироваться. Ну да. Что делать? Ну технические методы обхода блокировки, я так понимаю, что вообще смысла нет с вами говорить. Потому что вы и так знаете. Ну типа Торы, VPN... Ну вот про то, что вы в случае рассказали про галочку. Ну вот, вот да. Что там, может, нужно еще... Галочка называется то ли DNS-сокс, то ли еще как-то так. В общем, идея в том, что разолвить должна сама сеть Тор, а не компьютер оппонентки. Можете по-русски сказать, например, какие риски? Что надежнее? У нас реально ли это... Надежнее тоже, да, он медленнее. Да, то есть, понятно, скорость режется и там, и там. Ну, бывает быстрее. Во-первых, ни там, ни там скорость не режется. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Трафик же идет без труда. Не режется, он медленнее. Ну, он становится медленнее, конечно. Вот. VPN интересен тем, что можно, обладая неким техническим знанием, сделать VPN самому. И таким образом быть уверенным, что вот этот VPN находится под моим контролем. Никто его не мониторит? Да. Что никто его не мониторит. У меня даже была интересная идея сделать такой себе сервис, который... Стартап? Да, стартап. В котором не VPN продается, как VPN, а продается преднастроенная VDS с VPN. А где сайта хостится? Да где угодно. На мазоне тоже. Ага. Вот. То есть, как раз где прихостит, мест много, которые не будут россиянам, украинцам, кому-то. Вот. Просто генерится виртуальная машинка, приконфигурированная, и дальше человек запретит, заводит там всех своих друзей, ковыряется с Сашем, если надо, смотрит, как оно настроено, там что-то меняет. Вот. Ну, реально, одной кнопкой раз, и свой карманную пену тебе. А сколько в торе в условиях? Или может быть по-разному? По-моему, несколько десятков тысяч сейчас. И это все оно переключается? Это все оно постоянно переключается. А VPN? Один получается? VPN один. А есть смысл VPN к VPN поключить? Или как? Есть. Значит, эта штука называется Double VPN или Triple VPN. Работает она у профессиональных хостеров, и работает она немножко с другой целью. Для того, чтобы отследить хостера и поймать его, скажем так, официально, процессуально, если он работает через VPN, ну так сильно всех достал, что вот прямо надо, то одна страна пишет в другой стране международное следственное поручение. И так поцепочек? Просьба разобраться. И вот это международное следственное поручение на одну страну, если это не Украина, не Россия, не какая-то Молдавия, то оно выполняется быстро, то есть месяц. Ну, не меньше месяца. В каком же он успеет убежать? Вот. Двойной VPN дает двойную защиту. Потому что они увидят, ну, в ответ на международное следственное поручение скажут, что, типа, этот человек ходит с другого VPN, а IP у него такой. Это другая страна, извините, мы ничего сделать не можем. Посылается другое следственное поручение, уже в другую страну. И идея в том, что хаккеры меняют эту схему раз в две недели. Стравильное? Да. Ну, собственно, VPN сервера. Ну, потому что цена собственного VPN сервера, ну, условно, там, баксов 10, там, VDS или простенький dedicated server. И если речь идет там о каких-то больших деньгах, то менять это дело, ну, вообще не вопрос. Как спички. Да, как спички. Чисто технический VPN закрывает, правильно? Чисто технический VPN закрывает в случае, если это VPN под контролем, там, моим или моего реально доверенного лица, это раз. Второе, что VPN использует надежное средство шифрования. Надежное средство шифрования – это алгоритм AES с ключом не менее 256 бит, потому что все остальное… Ну, понятно, я не говорю, не про государственный уровень, да, защиты, что от государства, да, что мы делаем противоправные действия, а просто как защита, там, ну, например, в открытых, там, Wi-Fi сутя. Да. То есть я не с точки зрения, там, что я… Тогда абсолютно точно защищается. Я имею в виду, у меня интересует просто банальная защита в аэропорту, там, или где-то… Вот лично я делаю, хожу всегда через VPN из таких стрёмных мест. Ну, вот я про это сказал, я не про… Понятно, что у государственного уровня нету способов по 100% защиты. Ну, как вот, работают. Люди живут как-то… Живут люди как-то, да. Ну, на самом деле, это всё, что я хотел рассказать из интересного. Вот. Так что, если есть вопросы, можно писать мне в Facebook, в Jaber или просто email. Вопросы основные, ну, как бы, понятно, есть выборы, будут, да, и поэтому люди, которые принимают вот эти все, там, законопроекты или какие-то указы президента, они руководствуются, ну, этими своими, короче, интересами. Ну, своими интересами. У вас, я бы так понял, ну, вот эти доводы, которые логические, которые вы нам представили, которые вызывают, ну, негодование, возмущение, что вот там, про вот этот вот, ну, случай с мальчиком, который вы сейчас сами, получается, придумали себе, да? То есть, вы это всё озвучиваете или там люди, с которыми будут другие эти… Мы это всё озвучиваем, но они считают сейчас, что их цель покрывает возможные риски. Ну, то есть, ну, по вашей презентации, понятно, ну, мы слышали это, ну, сторону, получается, что риск огромный. И какие там они… То есть, я просто, нужно другую сторону послушать, естественно, чтобы понять… Ну, естественно. Просто перед тем, как слушать другую сторону, нужно понять следующую вещь там. На самом деле, бомба – это частность. Вот это вот про кибербомбу. Это плохо, это ужасно, но это частность. Главное, что… На что топит та сторона, что заблокировать ВКонтакте – это просто заблокировать ВКонтакте. Вот мы, типа, его заблокируем и дальше будем жить хорошо. На самом деле – нет. То есть, чтобы эффективно что-то заблокировать, нужно построить инфраструктуру блокировки и включить ее. И вот, ну, мы лично уверены, что эта инфраструктура не будет в хороших руках. Очень хотелось бы ошибаться, но вот есть такая уверенность, что совсем-совсем не будет в хороших руках. Возможно ли потенциальный шантаж по украинской компании заблокировать по IP? Вы попали в реестр? Да. В России это очень общепринятая штука, что шантаж… Либо платили бы все. Либо платили бы все, либо наоборот мы заплатим и несут конкурента… А как с этим бороться? Никак. Или просто не заходи с крайнских? Нет. Тут идея в другом. Если есть ресурс, скажем, какой-то… Ну, в магазин какой-то интернет. В магазин, да. То его конкурент может заказать, что этот ресурс несут в список блокировки. Да, по причине. Это периодически происходит там. Это сейчас очень активно происходит именно в России с гемблингами ресурсами, с игровыми. То есть они постоянно друг друга досят, друг друга там жалуются, в том числе и такими методами. Вот они в ответ, конечно, красиво выходят. Они говорят там игровой сайт точка ком допустим, и они сразу на этом сайте пишут типа, если вдруг мы заблокированы, заходите на игровой сайт 1 точка ком, игровой сайт 2 точка ком и так далее. Отлично, по сути, менять IP-шники только поможет. Ну, менять домен. IP-шники нет. То есть если заблокирован домен и поменять ему IP-шники… Нет, в Украине было по IP-шнику или по домену блокировки? В Украине в списках блокировки находится домен. Даже HTTPS. Даже HTTPS на URL длинные. То есть стоит почитать указ. Но они рекомендуют, дабы не ставить DPI и сделать все быстро, официальная рекомендация заключается в том, чтобы разолвать их в IP-шники и блокировать. То есть если сайт попался, он уже не выйдет оттуда у нас? Ну, сайт не выйдет. Есть там… Ну, домен, домен выйдет, так сказать? Домен не выйдет. Так все получается? Ну да. Ну домен меняет IP-шники. Он IP-шники может менять хоть каждый час. А потом, если там был трафик с поисковой системой, это же новый домен, пока все время… Да, да, да. Бизнес, интернет закрыт. Ну, с одной стороны, да. То есть для большого бизнеса он закрыт. Для мелкого и не слишком легального бизнеса вот эта вот штука с 1, 2, 3, 4, она срабатывает. А сразу сетка доменов? А сетку доменов россияне пока блокировать не умеют. То есть только один домен. Не, ну комплекта же можно узнать, что есть там А2 и домен? Ну, его опять же… Пока этот А2 не появится, то есть он зарегистрирован, там домен А2, А3, А4, А5, и на нем висит какая-нибудь заглушка. То есть его формальных оснований внести в реестр нет. Ну трафик же же теряется, если нормально… Трафик теряется. Если бы мы по новым все будем… Ну, трафик теряется. Для белых сайтов это важно, для черных сайтов вроде казино они точно так же его быстро набирают. Начнется такое. То есть опять-таки мы сделали плохо относительно легальному бизнесу или вообще легальному, а черный при этом вообще не построил. А когда будет внедрена эта система по домену уже блокировать? Или она сейчас уже есть? Требование сейчас блокировать по домену есть. Но нету как раз вот того самого DPI, нету тех самых железок, которые позволяют это делать. А… Да, то есть операторы должны в какое-то время их поставить. Так или иначе. Но опять-таки от HTTPS это не спасет никак. То есть когда ТПС не повезло. Ну, просто по поводу DPI еще вот… Если, значит, человек подключился, например, в сервис EPN и выбрал Marocco, да? И государство его начинает отслеживать. Они делают запрос в Marocco. Да. Поэтому… там могут написать, допустим, изъять этот сервер, изучить его, и посмотреть там по логам, кто заходил на этот сервер. Если там эти логи есть. Если там нет, то уже не повезло. Вот. Могут попросить мониторить трафик и сказать, кто обращается к этому серверу. Получит облако неких айпишников, из которых можно с какой-то вероятностью найти того… То есть это облачный сервер? Нет. Сервер не облачный. Просто вот, ну, задача. Пожалуйста, помониторьте, какие айпишники обращаются к этому серверу. И получили список там на 100-500 айпишников. Этот часто обращается, этот чуть реже, совсем реже, просто там один пинг прошел. И на основании этого уже можно пытаться что-то делать дальше. То есть это на самом деле сложная тема. Это не просто так, что вот обратились и тут же сказали, что вот этот Васик, там, пользователь этого сервера. Вот. То есть там зависит еще от ума того человека, который его настраивал. То есть зашифрована ли файловая система, удалены ли логи, там, как они оплачивали. Первое, что спрашивают всегда, как оплачивали. Потому что для того, чтобы сервер поставить, его же надо оплатить. Ну, это мы говорим про, ну, физический сервер. Правильно? Ну, VPN и VPN тоже самое виртуально. Они ничем не отличаются, по сути, от физических. В этом плане. То есть есть некий реальный или виртуальный сервер, на котором развернута инфраструктура VPN. Дальше какие-то люди к этому VPN подключаются. Прикольно. Прикольно. А если, получается, вот прокуратура Марокко, она этот сервер изъяло, смотря апологом, заходил из вашей страны? Все, значит, они дальше копают. Ребята, заходили из вашей страны. Нет, все правильно. Это есть цель-ответ. Это есть цель-ответ. Да. А дальше они опять-таки, ага, кто у нас там из нашей страны с таким описчиком ходит? А это вот тот товарищ из дома заходит. Понятно. Оказывается, что это тоже подключение по VPN, и он находится рядом в Гондурасе. Вот. А не дальше в Гондурасе. Это называется Double VPN. Ну, это цепочка. То есть, чем хорош то, что эти цепочки строят автоматически и очень часто. То есть, есть там несколько десятков тысяч серверов, и каждые несколько минут строится новая цепочка из не меньше, чем трех серверов. И эти цепочки просто не успевают обслуживаться государствами? Конечно. Потому что они слишком эфирские. Да, да. Но ТОР очень бедленный, правильно? То есть, какой... Ну, когда в начале, по-моему, не в середине, я уже не помню, прошлого года поймали очень большую сетку, которая через ТОР распространяла детскую порнографию, то после этого ТОР стал ощутимо быстрее. То есть, им уже наконец-то стало можно пользоваться. А если ТОР и VPN? Да. Вот так. И нет смысла. То есть, я понял, что люди, которые пользуются ТОРом, если у них галочка поставлена, где нужно будет продеть нас... Вроде они уже автоматовые. Ну, допустим. То, в принципе, их нереально сложно. Их поймать сложнее. Намного. Ну, то есть, значит, тогда задача ловящего заключается в том, чтобы заставить человека пойти на некий сервер каким-то другим способом и засветить свой реальный API. Один разок был засвет следующим образом. Есть сервисы, которые имеют ссылки на веб, но это не веб. Например, FTP. То есть, WWW у нас ходит через ТОР, FTP у нас ходит напрямую. Мы пишем там ссылку, что там какая-то картинка хранится на FTP таком-то. Ну, типа, AHREF не HTTP, а FTP. Вот. Браузер, который, опять-таки, немножко неправильно настроен, он по HTTP ходит через ТОР, а по FTP пошел напрямую. Человека поймали. Но если не FTP, а чисто... Ну, то есть, эти все вещи, за ними надо просто следить и думать. Если не FTP... Лучше весь трафик... Есть красивое решение. Это вот эти вот домашние роутеры. Они перешиваются таким образом, что весь трафик принудительно заворачивается в ТОР. И тогда получается, что человек, который просто пользуется интернетом, просто включился к Wi-Fi и пользуется, у него все завернуло в ТОР, и роутер за это отвечает. Чуть более надежно. Скорость будет ниже, правильно? Скорость будет ниже. Можно поставить себе один роутер для всех типа легальных видео на YouTube посмотреть, и один ТОР, типа... Можно. Тогда ловят немножко по-другому. Смотрят куки. Задача скормить с одной стороны куки, а с другой ее поймать... Надо чистить куки, да. Или открывать так называемый приватный браузер. Два компьютера, правильно? ТОР же ничего не сохраняет, ни куки. Ну, ТОР браузер. ТОР это прокси. Есть еще ТОР бандл, который включает в себя ТОР браузер. Ну, на Firefox я смотрю. Да, на Firefox я смотрю. Вот. Если мы просто пользуем ТОР как прокси, тогда наш браузер сохранять как и сохранял. На самом деле два разных компьютера, или хотя бы VPS-ку, это правильная тема. VPS-ку, то есть. То есть у себя в своем компьютере мы делаем там еще одну виртуальную машину, и с ней там делаем какие-то опасные вещи. А кто будет носить эту систему, построить список киберполиции или какой-то новый орган? Куда список создают в будущем? Кто будет носить? Входят слухи, опять-таки, и там уже были всякие бруления соответствующие, что этот список должно поддерживать Министерство информационной политики. А не СБУ? Не СБУ. Это свобода слова. Свобода слова, конечно. Они считались? Это пока ходят слухи. Потому что ту ситуацию, что я знаю внутри спецслужб, с вот этими законами про цензуру, постановлениями и так далее, там тоже есть много умных людей. Они тоже понимают, к чему это, к чему идет. И поэтому эти люди очень не хотят ставить подпись на этих документах. Потому что они переханили. Конечно. Когда вот началась вот история, следующий этап там DPI внедрения, там все вот эти вот такие штуки, там ограничить внешние каналы, то вот это вот письмо, типа с распоряжением сделайте, разработайте процедуру. вот как раз с суперкомнадзором, там всем остальным. Но до сих пор футболится из подразделения в подразделение, как горячий пирожок. Да, то есть там пришло в ДСТЗИ, ДСТЗИ сказала, мы защищаем госорганы, это не наше дело, идите в СБУ. СБУ перебросило в киберполицию. Киберполиция перебросила вообще почему-то в экспертную службу. И вот они все друг другу там пинают это все дело. Да, потому что, ну, умные люди, которые там все-таки есть, они понимают, что подпись поставил, все крайнее. Господи, видите. Крой, так вот эта система будет стоить 500 миллионов или дешевле уже? Нет, система, которая будет создана по российскому сценарию, она будет стоить примерно миллиард. А тогда украинка есть в СБУ? А сильно зависит от того. То есть первый вариант, это ее будут саботировать и как-то искать обходные пути там и так далее. А второй вариант, политическая воля продавить будет. И после этого произойдет следующее там. Ну вот мы посчитали как, сколько денег нужно, должен потратить каждый из 6050 операторов, чтобы поставить себе это оборудование. Да не все они просто выжили. Каждый оператор должен поставить это. Ну не каждый на миллиард, а всего, если посчитать. На всех? На всех, да. Так это государство заплатит, не оператор. Непонятно, кто заплатит. Ну оператор не будет платить, понятно. Значит он просто там, не знаю, его закроет и он идет с рынка. Ну так если ему там допустим? Останется там 5-6 операторов, которые заплатят. Несколько миллионов на всю эту систему потратить надо будет? Ну тогда несколько миллионов. Он же ж не справится, допустим, с такой системой. Ну смотря кто там. Укртелеком с несколькими миллионами справится. Еще и счастливы будут, что тему для распила погрузить. Ну вот. А Триолан, допустим? Триолан, допустим, я думаю, что они справятся. А Триолан? Ну достаточно крупные, да. А там, скажем, какие-то более мелкие, региональные, они не справятся. Они продадутся и там закроются и еще что-то с ними. То есть... Легко их поддержать надо. Да. Ну поддерживать и отливут. При этом решается другая проблема, которая... То есть, ну всегда власть это большой бизнес. При этом решается другая проблема большого бизнеса. Попутное избавление от мелких и вредных конкурентов. То есть монополизация рынка. На интернете. На интернете, да. Потому что сейчас рынок очень сильно конкурентен. Ну тоже и один. Ну вот у меня там, у родителей дома на Абалоне, в доме 16 провайдов. 16. Ну в подвале оборудования, с таким образом. Ну в подвале оборудование, там реклама висит, еще чего-то. То есть я их посчитал, их реально огромное количество. Вот. В Европе обычно провайдов в доме один. В Европе интернет дороже и медленнее. Дороже и медленнее. А у нас такая ситуация. Ну почему? Дороже потому что монополизм. Хуже тоже потому что монополизм. Потому что у них все работает, у них проблемы нет. А у нас из-за того, что вот эти 15 операторов как-то должны жить, они за счет своей нормы прибыли демпингуют. В надежде, что это привлечет клиента. Отдельная тема, но я тоже вам скажу, это не работает. То есть спрос на интернет не эластичен по цене вообще. А вот сколько оператор потратил, чтобы заблокировать ВК, Яндекс? Сколько по деньгам пришлось? Ну, для того, чтобы сделать это по-человечески. То есть вот этот первый шаг получается? Ну вот сейчас пока что блокируют просто по IPшникам и не потратили практически ничего. Ага. Вот. А для развития этой системы примерно 10 гигабитный порт от производителей вроде Цинска или Джунипера, один 10 гигабитный порт стоит 50 тысяч долларов. А сколько их надо? Ну, в зависимости от того, какой трафик. Ага. То есть если трафик оператора там, скажем, 100 гигабит, нужно потратить 500 тысяч долларов. Ну, либо закрыться. Либо как-то договориться. Когда наш монополия будет, кто-то выживет сами сильные. Кто-то выживет, да. То есть я же говорю, крупный бизнес решает побочно другую проблему монополизации бизнеса. Ага. Киевстар точно, наверное, будет. Есть домашний интернет. У Киевстар, кстати, есть это оборудование уже. Еще до всех этих базов. Вот Киевстар останется. Вот. Киевстар с помощью этого оборудования там давал свою всплывающую рекламу. Его ловили долго за руку на этом. Там еще чего-то перенаправлял на разные серверы. Вот такое. Ну, вроде все, что я сейчас рассказал. Ага. Четвертая версия IPшника или шестую блокируют? Или нет разницы? Ага. Ага. В этом тоже есть интересная тема. Дело в том, что для того, чтобы заблокировать шестую версию IPшника, IPv6… И больше получается, чем четвертая версия? Ну, по количеству. Ага. По количеству это больше. Но идея в том, что это требует отдельных денег. То есть те, даже в России, те товарищи, которые выпускают систему для блокировки, они говорят, хорошо, мы сделаем вам систему, которая поддерживает IPv6. Но она при этом будет стоить, скажем, на 30 тысяч долларов дороже. Что при этом делает провайдер? Говорит, кстати, IPv6… Он просто отказывается от внедрения IPv6. Хорошо, а если мне, допустим, сервис на Амазоне хостится? Там же есть шестой версия? Там есть IPv6, но там нет шестонли этих самых… А, конкретно… Да. Ага. То есть, в принципе, идея в том, что действительно, и россияне это признают, внедрение… Ну, массовая цензура, она мешает внедрению IPv6, причем достаточно сильно. Потому что решение цензуры, поддерживающая IPv6, стоит больше денег, и поэтому их никто не использует. Ну, это же на стороне хостинг она получает уже. Нет, на стороне клиентов. Хостинг он у себя в Америке есть, у него с IPv4 адресом, и с IPv6 адресом он доступен с собой. Ну, я вам с Украины можешь по 6 версии получить доступ, если сервис, допустим. Ну, вот, у кого там есть какое-то устройство, зайдите на сайт www.ripe.net. Рипл? Рипе – это европейская интернет-регистратура по IP-адресам. Что это – в RCCWang или RCCWang? – У нас тут одна сетка?? «В принципе, разница отправится в настройках style» Ну, зашло. Не работало, надо с чего за другого зайти А ну, по вокруг, есть ещё, какой-то Устройство зависит? От устройства зависит, конечно... Устройство должно поддерживать... Зашло… И какой IP-адрес получился? А у меня здесь видно. А, вот, your IP-адрес. Сверху, да? О, есть. Значит, все-таки наши еще не доделали. Потому что они собирались доделать здесь IPv6 сетку тоже. Так, а что это за сетку? Ну, это сайт, который занимается, точнее, служба, которая занимается распространением IP-адресов в Европе. Распределением. Просто у них есть такая штука, если заходим с IPv6, то здесь был бы IPv6 адрес. Я не знаю, почему его здесь нет, но должен быть. Быть. На устройстве или на провайдере? Поддержка должна быть и на устройстве, и на провайдере. А, короче, не все могут зайти. Не все могут зайти, конечно. Это не было, все должны обновить железо? Все должны обновить и железо, и программное обеспечение, и тогда только оно будет работать. Но для того, чтобы это было, нужно постоянно, постоянно внедрять, внедрять, внедрять. А можно получить поддержку из шестой версии на старых устройствах? А если они поддерживают? Так, а смысл поддерживают? Программное или аппаратное? И аппаратное, и программное. Это и модем? Ну, то есть, если устройство настолько старое, что оно не поддерживает аппаратное IPv6, то тогда мы не можем влить новую прошивку, чтобы оно поддерживало программу. Если устройство не слишком старое, то мы меняем там программу, и оно становится поддерживать IPv6. Ну, то есть, браузер достаточно обновить. Так, смысл тогда было внедрять? А что делать? Ну, четвертый заканчивается, получается. Ну, и все, и что делать? А, наверное, основной кофе в будущем. Да, да, да. Устройство обновляется, программа обновляется. Ну, для этого нужно по этому пути идти. То есть, в Америке сейчас больше половины трафика идет по IPv6. Придет время, что шестерку тоже надо пойти? Да, да. Просто штука в том, что провайдер, если не умеет блокировать шестерку, то он не будет ее поддерживать, не будет пропускать через себя. Ну, лучше дорого, с одной стороны. Бегать смысл. Ну, вот сейчас провайдеры, которые думают, у которых горизонт планирования, скажем, год, не больше, они говорят, нет смысла. К нам не просят сейчас этот IPv6, зачем он нужен? Поэтому мы скупим все старое оборудование с рынка, которое не поддерживает IPv6, зато втрое дешевле. То есть, они все равно потом перейдут на другое оборудование, придется это сделать. Но это будет, скажем, лет через 7-8. В лучшем случае. Ну, в США тоже есть всякие там туристические сайты? Как их блокируют? Никак. А просто монитораты? Просто за ними следят? Да, за ними просто следят, конечно. Ага. То есть... Готовьте теракт, мы вас поймаем. Готовьте теракт, мы вас поймаем. Совершенно верно. Так, возьмем тогда Pirate Bay? Или его закрывали, а он опять открывается? Да, Pirate Bay закрывали как сайт. То есть, не блокировали к нему доступ к новым императорам, а именно ловили то место, где физически расположен сам сайт и закрывали. В сервера находили, да? В сервера находили, да. В сервера находили, да. Вкатывали иски тем, кто их это самое, кто их администрировал. И отключали от сети физически сами сервера. Сейчас дают доступ, а наблюдают. Да, дают доступ, а наблюдают. Политика такая. Но опять-таки, политика открытого интернета, политика сетевой нейтральности, она способствует развитию новых технологий. То есть там, допустим, те же самые Facebook, из которых потом родился по пиксельно краденый ВКонтакт, там тот же самый Yahoo, Google, они все американские. Там средства, которые занимаются сетевой безопасностью, они все израильские. Там основные такие самые известные. Хотя Израиль реально находится в состоянии войны еще более жесткой, чем Украина, потому что в Израиле обстреливают всю территорию страны, в отличие от Украины, где только в Донецке стреляют. Они все равно решили, что вреда от внедрения блокировок будет больше, чем польза от возможности слежки и открытого интернета вообще. А в Палестине есть интернет? В Палестине есть интернет? Оттуда обычно ломают API-телефонию. Новый тренд ломать API-телефонию с палестинских IP-шниками. Причем IP-шники реально палестинские, я проверил. А Израиль как-то слушает и они там не проходят? То есть зайти кабелем можно только через территорию Израиля? В Палестине? Конечно. У них с другой стороны море? У них с другой стороны море. Ну как, для современных технологий море это не беда. Средиземная. Средиземная? Нет, Каспийская Палестина не касается. И там получается, что они мониторят их просто в полный рост. И телефонию, и интернет. Так что, будем следить за всем этим. Будем стараться как-то противодействовать, я не знаю. Удачи, до вам. Спасибо. Спасибо вам, Антон.